Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. События дня, номер 905, Колоссинам 3.23. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа. За 8 июня 2018 года, Колоссинам 3.23, полный текст. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. Тут много выставил о кресте Евгения Тарапко. Я читать не буду, выставил вот так, буду тормозить маленько, чтобы понесло. А дальше сами читайте, что Федор Ефимович Мельников, это история древнего православно-русской церкви. У меня книга есть, я ее брал у старообрядцев, издали в Барнауле ее. И вот теперь читайте, от одного, тормозните дальше, просчитайте. Да, куда ты пришла, Поля? Вот так. Давай, сиди здесь у меня. Перстия и двоеперстия. Как сложить персты, об этом рассуждают. Если нужно будет, я пояснение дам. Материал это большой. Относится это нет к спасению. Вот здесь фильм «Достали Николая. Раскол». Об этом тоже говорится. Об этом Александр Исаевич Солженицын, вот сколько говорит. Тоже он его здесь нашел. И так далее. Вот на этом небольшое пояснение дать. О кресте, вот такое значение, предавать изображению креста. Ни один святой отец этого не говорит. Библия главная, святая Библия не говорит. А почему они так много говорят об этом? Потому что упущено главное. Вырви из сознания людей Евангелия, как профессор Владимир Филимонович Марсенковский говорит. Удали. И на месте его будет зияющая смертельная рана, которую ничем не прикроешь. Само название «Старообрядцы». Вот у нас вся природа, дальше будет «Старообрядцы», «Беспоповцы». Крайняя нетерпимость. Даже «Беспоповцы» более чем на 50 толков разбиты. Все русские по старинным книгам, у всех два перста. Люто ненавидят друг друга. Ну, что ты так говоришь? Значит, без любви. Они это даже и не знают, это слово, как будто не слышали. Все. Страх Божий – важное дело. У них страх Божий без любви. И получается, ничего нет. Евангелия вообще нет, не принимают. Ну, не о всех. Я вот так говорю, едем на машине, в Шарщино идет на урывке, это старообрядческое, кержацкое село. Ну, вот. Я говорю, вам Евангелие надо? Не надо. А я знаю, что у них нет. Мы снова догоняем ее. Она идет так размашисто. Я говорю, мы у вас сегодня будем проповедовать, говорит. Так вот Евангелие раздаем. Я сказала, не надо Евангелия. Я кержачка. Придумали Евангелие какое-то. То есть, вот эта жизнь. Наказ матери. Дочка. В мире 77 вер, а Бог один. Ты свою веру не меняй. Вот на этом она стоит намертво. И с ними беседовать намного труднее, чем с сектантами. А на что опереться-то? Ну, если знаешь, вот мне Бог дал видеть во что мы. По их же книгам, которые служебные, там написано «Ирей» глаголит. А «Ирей» – это нет священства утеряны. Вот отсюда начинать говорить надо. А вот сказал Антоний Храповицкий, да, это значение креста. Речь-то идет не о жертве Христовой. Как сейчас. Вот. Чаша, кровь, то другое. Люди понимают, именно чаша. Не Голгофа. Не Голгофские страдания. А именно чаша страдания. Чаще исповедуйся, чаще причащайся. А не рассуждающие о теле Господнем, больные, многие немало умирают. Это вообще за пределами, за кадром. А как вы молитесь? Мы с детства приучим двуперстно. Двуперстно молимся. Но у нас, если больше половины, наверное, крестятся тремя пальцами, то и другое неверно. Ни два, ни три. В том и другом элемент ереси. Потому что страдало не божество. Божество бесстрастно, как говорит Иоанн Златоуст. А два перста означает Бога человечества. А Бог не мог страдать. Тем более троица целиком. То и другое неверно. А как верно? Пять ран Христа. Речь идет о плоти. Плоть страдала. Плоть, а не душой. Он скорбел. А Дух Божий, он Бога человек. Он на небе одновременно был. Ныне же будешь со мной в раю. Сейчас я пойду, возьму ли крылья зари, переселюсь на край неба. И там ты, и там ты. То есть, Божество. Не понимают, о чем рассуждают. Вот у католиков пять. Пятью пальцами крестятся. И показывают слева направо. У них правильно. Но я никогда не крестился, так и не буду. Но объяснение простое. Рана, нанесенная телу. И изображает крест. Вещественный крест. Сообразуйте духовное с духовным. Духовное сообразуюсь духовным. Апостол Павел этому учит. И вот на это уперлись. Крест все больше ничего не знает. Вот это так. Вот крест он просчитал. Он даже не понимает, что крест идет. Крест – это страдание. Это Голгофа. Они совершенно это не берут. Вот сложило от этого сложение. Что-то сейчас где-то изменится. И крест признается восьмиконечный, шести и четырехконечный. Ну, нарезе-то у священства везде. Какой? Четырехконечный. Да, четырехконечный у католиков. Ну, и у наших священников. Какой на просворе. Ничего в этом в Библии нет. О чем в Библии нет, о том не рассуждаем. Святой Анзлатоус. А так он говорит. Столько-то, а ничего нет. И старообрядство мне известно больше, чем им самим известно. Как-то собралась довольно большая группа, беседовали. И самые такие искренне православные старообрядцы. Белокринитской иерархии, где есть священство. Ну, вот я посидел, мол, хотите, ребята, я вам сейчас докажу в течение полчаса, даже меньше, что вы не старообрядцы. А как это? Ну, давайте, слушайте, первый самый руководитель встал и говорит, да, сознаюсь, я не старообрядец. Хотя я все так и думал. Старообрядец, старообрядец, это вернитесь к апостольским временам, когда одним перстом крестились. Вот. Отсюда начинать надо говорить. Так что, Храповицкий не прав? Абсолютно не прав. А что приводит Федор Ефимович? В такой же степени не прав. А православные вообще крест не знают, накрутят какие-то набалдажники. Да вот так надо. Но у нас на Покровском соборе, где архиереи служат, и вот такой крест, поперечина, там еще, поперечина, еще. Я посчитал 18. 18 концов, не четырехконечный. Я говорю, 18, а ты три шестерки, 6,3-18, они так отшатнулись. Да как так? Да очень просто. Это ребенок знает в первом классе, 6,3-18. У креста 18 не может быть окончаний. А у него только 4, 6 или 8. А шестерка что? Да ничего она не значит. Концов сколько есть? Говорить не о чем. А для чего Никон сделал? Да он узнал, что произносят не два, а три раза. Аллилуйя. Он говорит, страшно испугался. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. А вы считаете, как правильно? Ну, и то, и другое правильно. В равной степени. Если не знаешь, обратись, я тебе все объясню. Тем более, у меня все это объяснено многократно. Люди не знают Христа. Вот отсюда все это метание, шарахание. Если ты Христа знаешь Голгофу, там примирился, теперь жизнью своей будешь это подтверждать. Для всех я сделался всем. По крайней мере, приобрести некоторых. Всем. Сораблядец ни для кого, никем не может сделаться. Вот изображен Голгоф, не изображен, все молиться не будет. Притом ложь во спасение. Ко мне пришел один, у меня к книге там 70-ти толковник. А у него там Ника на Черной горы, я то не считал. Говорит, давай обменяемся. Ну, я ему дал. Дал он-то все. А я говорю, ну а ты там мне свою, которую... А я не отдам. А вы ни к оде, а не вам все равно. Вот все тут же на месте, сразу обманывает. Все, он теперь у него книги копит, а он и читал их. Ну, что там уже читал. Остальное мимо прошло. Евангелие не знают. Святых отцов не знают. Каноны нарушают. Нарушают, с тарелкой ходят так же. Это все знают. Сарафан. Вот это вот, знаете, слово сарафан. Для них это как священное слово, сарафан. Вот. Что главное? Ременная лестовка. И всех судить подряд. Всех. Чуть-чуть, где не так свое. Вот тут на сибирске епископа избили. Все ладно. Я могу фамилии все называть, знаю как где-то. Еще мне интересно, простой способ. У злого человека голуби не водятся. У сарафанцев никогда не было голубей. И сегодня ни у кого нету. А если есть, он пришел уже с голубями от Никоньян, как говорят, то есть от новообрядцев. Вот это так просто уже к делу сказать. Так что, вот что они говорят о кресте, да, крест нужен. Крест нательный есть. Он напоминает, не более того, никакой мистической силы, спасения, там энергетика. Григорий Палома сказал, да вот иконы где, да на складах-то, где эти иконы лежат, горит все. Сгорела вся энергетика, ничего и нету. Обман. Как крест нужен, нужен, как и посты нужны, а не не евангельского устроения, но нужны смирять плоть свою. Вот так. Вчерашний день был очень напряженный. Вот мы рано приехали, тут все-то такое. Володя своим занимается, там утром поливают где-то, и опять позавчера сделал зелень из всяких компонентов, там подают на стол. Вот. И вчера я подумал утром, та, которая корреспондент, журналистка расположена, так была. Мы были в редакции Мамонтовского района, наш районный центр. И она писать что-то хочет. Говорит, я ей подарил книгу, а Лена сегодня, вот сегодня, 9-го, должна поехать туда. Ну, а 10-е, завтра, мой день рождения, день ангела, там я родился. В этом мире, говорит, засветился. Вот потом я добавил, для Слова Божьего нет узкости, но православие две. Батюшка повел там, экскурсия была, где у него знакомый Бобер живет. Он его не видел даже, и какая хатка. Длина хатки 4 метра примерно. Вот, вообще, шикарной грязью. Все заляпано вверху, замазано, и никакой дождь не пробьет его. Пробовали капкан ставить, нет, нет, не могут поймать. Он где-то там из-под земли заходит. И наверху у него норы запасные сделаны. Ну, пожелание-то охотник-то настоящий, давно бы избавился. Ну, роют, все. Вот батюшка показал. Потом, как только заезжаешь, потеряю его со стороны Барнаула. Там были спилены ветлины. Пни остались. Они дали пни высоко, над снегом, зимой-то. Они дали такие ростки, ветви там до трех метров. И закрывает. Храм не видно, ни озеро. Я решил вырубить. И вот что-то такое. То ли я обжег лицо, или что на лице. Так, как будто кровавое все. Хотя комары-то, мошки. Я ничего так не чувствую. Ну, вчера взял, батюшка дал лекарство какое-то. Спасатель называется. Как вазелин. Натерся. Потом глянул в зеркало. У меня все, спухло лицо. Они, что ты, батюшка, давай ты меня сам мазать. Ты ничего. Все будет, то и будет. Ну, и потом решили мы вчера уже начать ремонт бывшего лагеря, который под музей. И туда увезли этот грохот. То есть большой, как бы, ящик, днище его. Глина рядом копали. Мы с Нестором, с роботом, пошли в коровник, на который оправились. Эти лепешки-то свежие набрали. Целое ванное ведро. Чтобы добавлять, оно укрепляет. Ну, и все сделали как надо. Ну, много работы. А все. Марина только это была. И Нестор. И мы с Володей. Больше-то никого и не было. Я занялся вокруг всю траву вырвать руками, где пилили. Раз музей, все надо показать будет. А сегодня вот, уже на субботу, вот тут решили, все это уже замазали. Теперь сохнет. Ну, внутри навести порядок. Два года там не был никто. Пыль убрать. И приготовить место, куда хотя бы одну постель сделать. Когда будут приходить. Интересно получится музей. Показывать долго придется. Притом, вот музей, все это мертвый. Ну, вот такой-то музей, такой-то написал. Бумага его показана. Вот он написал. Ну, еще из этого. Ну, дальше-то никуда нельзя распространить. Никто не напишет бедные люди. Или преступление, наказание. Или музей там Шолохова. Ну, то написал, то другое. Ни этой революции, ни борьбы, ни казаков, никого не оказал. Никак. То есть, история о мертвецах, о мертвых подвигах, ушедших. И ничего нету от них. Ну, кроме того, что книжка есть какая-то. Ну, Лермонтова показывает. Дед стрелял. Неуживчивый был. Пушкин там из-за пустяка везде лез. И получил свое, как говорится. Ну, и в 13 только раз выходил на дуэль. А какой он же не стрелок. Военные больше. Из-за чего убивали друг друга? Жизнь на кону стояла. Из-за какого-то оскорбления там или... Так христианства-то не было, выходит, никакого. Какое же христианство, если считало оскорбления, смыть кровью. Где они это видели? Ударят по щеке, поставь вторую. То есть, нехристи. Нехристи были. Вот так. И вот мы вчера постарались, все это сделали. Там быки заходили. А что там все уже давно сгнило? Прутья заштукатуренные с двух сторон глины. Ну, так палки навтыкали. Володя там больше всего работал. Пошел, поставил насос, закачали воды в бак. А теперь я посчитал, вот у нас как он и есть, это... Музей комплексный, комплекс. Это значит, в совокупности все, это не только то, что там показывают, но еще 11 мест, которые лагерь от себя как ответвление имеет дочерний. Где-то храним мы, где-то баня. Это все, что строено для него. Для чего это? А теперь это жизненно. Когда будут, мы покажем. Без помощи государства. Это означает, никакой Роспотребнадзор к тебе лезть не должен. Ты можешь сделать это же самое. Сохранить детей, ни одного больного, ни одного погибшего. И опыт, опыт наш, говорится, мы сделали не на две недели, а 45 лет. Притом при гонениях коммунистов, демократов. И демократы намного страшнее оказались этих. Этих жадной душой, стоящей у трона. Вот такое вчера сделали. Обратно все это развезли. Вещи. А сегодня и вечером уже кто-то звонит. Так-то, это прокуратура. Номер незнакомый. Что за прокуратура? Города. На вас много жалоб. Прикрыть вас надо. Едем. То есть кто-то, ну, шутит. Во-первых, суббота. В субботу кто поедет? Такие дни готовят. Во-первых, нарушений много у вас. У меня ни одного нарушения нигде нет. Эту трубку, видно, там это выключил. То другое. Ну, кто-то или из своих едет издалека, или какой-то шутник. Ну, что сделаешь? Так вот. Это еще на закуску на ночь. Помолился, мало ли, сколько их таких. Всякие разные. Это вот наш вчерашний один день события этого дня. А какое это событие? Важное. Экскурсию с детьми сделал в два места. Видели такое, как мы в зоопарке. Интересно. Пошли с собой, там и воды набрали. Все, поработали. Местор, значит, после обеда работал. Четыре часа у него наработано. И вот эти три с половиной, кажется, даже. Ну да, три с половиной часа ему я должен дать. Когда другие дети будут трудиться, в гости, лагеря-то нету. А он может отдыхать, но нигде не лезьте к тем, кто работает. То есть, если он будет делать, то нечего, ходит, подходить будет, там развалить. Все, часы эти убираются, и он будет работать вместе со всеми. Вот если только будут здесь, узнают. Надо в музее, везде по интернету сказать, что открыт новый, супер уникальный лагерь. Это музей, лагерь для бедных, чтобы подражать. Это не мертвые какие-то бумажки, а все живое, все. Буквально из подсобного материала, из ничего, можно как сказать, как это все сделать. Ну и нужны деньги, конечно. Нужны волонтеры, нужны помощники. И вот все. Как провести электричество, у нас это все было. Будем брать это уже по конечному результату. А не тогда, когда были в палатке, там все понятно. А вот сейчас здесь свой колодец, свой. Своё место Вигвам, где у нас костёр каждую неделю, пятница. Отдельно сделано, когда много комаров, где обедать. Это место как делать. Отдельно молиться сделано место на высоте. Там вокруг трава вся выкашенная. То есть, ну, сделать можно. Можно. Но нужны люди. Люди искать всё. Отдельно, где у нас продукты, как хранятся. Это всё надо было сделать. Чтобы мышка туда не забралась. Подвеси электрический сток, столбы. Ну и всё остальное. Вот так. То есть, ребёнок заболеет, что? То есть, от начала до конца. Одних только туалетов 12. Как сортиры. Попробуют. Сделай их. Кабинки эти, то другое. Это всё, в прошлом, всё как огорожено. А где купать, чтобы не было опасности. Ну, 45 лет. Это больше полжизни я занимаюсь этим. И вот музей. Теперь зафиксировать надо его там, где он будет. Чтобы приняли нас. Один раз-два кто-то побудет, они должны оценить. Практически, жизненно, на каждый день. Если даже будет другая власть, то как сделать так, чтобы дети могли отдыхать, учиться жизни. Можно ещё немножечко взять, показать наши ресурсы. А вот ресурсы, что тут показать? Показать, вот. О! Вот, батюшка. Это фильмы. Какие были? Передня тянуты сюда. Вот. Это вот где в шапке. Тут легко соединяется. Ну, каждый день теперь сделано так, что пароль надо вставлять. Вот. Один какой-то зашёл, и вот лепит. Хороший пишет, но... Ну, просто это не так и не делается. А одно за другим. Кто он такой? И главное, вот он какую-то фигуру поставил. Тут Владимир Сергеев. Новенький. О, город Волгоград. Вот. Сообщение 4. И как? Суд состоит в том, то есть выписал. Он где, даже непонятно, любите друг друга. Непонятно местописание, даже не указано. Ну, там что-то изображённое, двойка на груди. Тут башка такая здоровая. Потом ещё стоит, вот набирает. Иисус сказал. Ну, и Слово Божие, но даже не указано где, какое место. То есть не знает, какая репутация ставит. И опять Иисус возгласил. И опять. Ну, в одно место можно поставить-то. Бессовестно и не видит свет. Точка. Это у него сообщение сколько? Четыре. Господи, благослови. Кто-то пришёл. Господи, помилуй, благослови. Это три слова. Или бессовестно. Там три слова с этими. Что он о тебе хочет сказать? Убрать? Вроде Слово Божие. Вот не знаю. Сегодня пришёл один ночью. Какой он из себя? Когда он? Но видно, что не сегодня зарегистрировано. Я посмотрел регистрационную тетрадь здесь. Как идёт здесь список. Его нигде нету. Ну, а почему нету, не знаю. Владимир Сергеев тут сейчас посмотреть надо. Владимир звать его? Нет? Владимир Сергеев. Ага, вот он есть. Владимир Сергеев внизу. Теперь посмотрим. Вот он выскочил. Владимир Михайлович Сергеев. Вду. Дух. Видишь, добавляет мне то. Любите друг друга. Подпись. Волгоград. Дух написан. А там не Дух, а Дух Святой говорит. А Священное Писание берёт. То ли не понимает, от чего новый посетитель. Не знаю, что с ним делать. Так как бы не Священное Писание, я бы его закрыл и всё. Но тут Священное Писание. Возраст 59 лет. Почти под 60. Ну, самостоятельный человек. Почему он так? Да так по одному месту Писания это можно сколько? Это много он может здесь поставить. Игнати, ты потом поговоришь. Я пошла, всё. С Богом. Машина уезжает, а я от этого разговариваю. Подожди, какая машина?